Большая игра 2. Зачем британским генералам новое противостояние с Россией? Большая игра 2. Зачем британским генералам новое противостояние с Россией? 8 часов 14 сентября 2019 года. Обновлено. 8.5.14 сентября 2019 года. Фото. Мод. Краун копирайт. 2014. Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре. Фото. Мод. Краун копирайт. 2014. Москва. 14.7. РИА Новости. Андрей Коц. Возвращение к конкуренции великих держав. Противостояние как на поле боя, так и в киберпространстве. Возобновление гонки вооружения глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс предупредил в The Telegraph об угрозе новой большой игры с Россией. По его мнению, чрезвычайный кабинет при британском правительстве. Кэбра должен перейти на круглогодичный режим работы, чтобы своевременно отвечать на современные вызовы. Кроме того, правительству нужен новый способ координации всех ресурсов, имеющихся в распоряжении властей, от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы. О том, что такое большая игра в понимании Лондона, в материале РИА Новости. Истоки противостояния. По словам Сандерса, стране необходим постоянно действующий национальный орган, способный незамедлительно реагировать на чрезвычайные события, поскольку такие страны, как Россия и Китай, угрожают вернуться к большой игре в новой форме. По выражению военачальника на стероидах, термин «большая игра» был введен в абортридьярдом Киплингом в романе Ким в 1901 году. Он означал геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в начале 20 века. Британцы пытались максимально ослабить экспансию россиян в этот регион, в том числе и военными методами. В частности, в битве при Усландузе в 1812 году войскам Российской империи противостояла персидская армия, обученная британскими офицерами. 18 марта 2018 года, 08.00 РИА Новости прийти по-английски. Когда британцы и русские воевали друг с другом в 1830-х полем противостояния двух держав стал Афганистан. Британцам очень не нравились пророссийские настроения эмира Дост Мухаммеда, и в 1838 году они вторглись в страну, посадив на Кабульский престол свою марионетку эмира Шуджа. Он продержался у власти три года и был свергнут в 1841-м. Считается, что не без российской помощи. Новый всплеск соперничества двух империй связан с русским завоеванием Средней Азии во второй половине столетия. Премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэль писал королеве Виктории, «Нашими войсками московиты должны быть выдавлены из Средней Азии и сброшены в Каспийское море». Результатом этого противостояния стало подписание в 1872-1873 годах Петербургом и Лондоном договора, который признавал буферными огромные территории между Бухарским и Афганским Эмиратами. Из-за враждебной позиции Великобритании к России перед Берлинским Конгрессом, завершившим русско-турецкую войну в 1878-м, Александр Ту приказал сосредоточить расквартированные в Туркестане войска численностью 20 тысяч человек для движения в Афганистан на города Абалх, Бамиан и Кабул. Рассматривались планы вторжения в Кашмир и Читрал, однако впоследствии от них пришлось отказаться. 24 апреля 2017 года, 06.55 РИА Новости Русско-турецкая война 1877-1878 годов Обострение отношений между двумя империями, едва не вылившееся в полномасштабную войну, вошло в историю как афганский кризис. Он стал кульминацией большой игры, длившейся с начала века. В 1885 году между Афганистаном и Россией произошел вооруженный конфликт из-за притязаний Кабула на южные туркменские земли. Противостояние спровоцировала Англия, стремившаяся к усилению своего влияния в регионе и к использованию Афганистана в борьбе с Россией. После присоединения к Российской империи и юга Туркмении в 1884 возник острый англо-русский конфликт, связанный с определением границ между Россией и Афганистаном. Афганский эмир Абдурахман Хан, подстрекаемый британцами, стремился захватить при разграничении как можно больше спорных территорий. В конце марта 1885-го афганские войска переправились через реку Кушка, нацелившись на туркменский оазис Пинджди. 30 марта русский отряд генерала Александра Камарова разгромил афганцев у моста Ташки-При. Британцы, намеревавшиеся выступить на стороне Абдурахман Хана, опасались открытых действий, видя, что эмир отстранился от дальнейших активных шагов. В результате оазис Пинджди остался за Россией. РИА Новости Алексей Никольский Стратегические бомбардировщики ракетоносцы Ту-95МС Отношения между Россией и Великобританией оказались на грани разрыва в 2014-м после Крымской весны. Туманный Альбион, США и их союзники по НАТО ввели против нашей страны экономические санкции. В 2015-м в новой редакции СИ Безопасность Великобритании и Россию включили в список первоочередных угроз. The Times Выслало 23 сотрудника российского посольства. В ответ Россия выслала 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве и закрыла офис у Британского совета в стране. Ситуацию немного разрядил чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018-го в российских городах, организацию которого оценили даже привередливые британские СМИ. Однако в целом британско-российские отношения остаются на низком уровне. Фото Американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop P-2 Spirit В августе-сентябре 2019-го Великобритания приняла на своей территории американские стратегические бомбардировщики. Тяжелые самолеты-невидимки P-2 впервые участвовали в совместном маневрировании с истребителями пятого поколения F-35B Королевских ВВС. Одновременно с этим британская авиация ведет воздушную разведку вблизи российских границ. В частности, в минувший четверг радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel-A-1 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе Латвии и Эстонии на высоте более 13 километров. Все говорит о том, что новая большая игра уже идет. Впрочем, ряд экспертов убеждены, что за нынешней риторикой главы Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании стоят нереальное намерение ввязаться в очередное глобальное противостояние, но желание выбить на оборону дополнительные средства. 11 сентября, 08.23 сказано в эфире игрушки генералов. Политолог о словах в Британии про большую игру с РФВ и Великобритании предупредили о новой угрозе со стороны России, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik, политолог Дмитрий Березняков, это очень удобная позиция британских военных. Генералы всегда готовятся к прошедшим войнам, пояснил в эфире радио Sputnik. Политолог Дмитрий Березняков. Силовики любят играть в такие игры, устрашая правительство, чтобы получить ресурсы для собственного существования вот и все. А иметь такого соперника, как Россия, для Великобритании было всегда удобно. Тут главное, чтобы гражданское правительство трезво и объективно смотрело на генералов, которые могут довести экономику до весьма специфических показателей.